Гимнастика на легком морозце бодрит и укрепляет здоровье. Так считают зареченцы участники группы скандинавской ходьбы. Поэтому зимой они не прекращают тренировки и даже наоборот. Активнее их посещают. Настолько уже организм у девчонок опробирован к любым температурным режимам. Поэтому нам все равно какая температура. Но естественно зимой свои особенности. Бодрящая морозная погода, как сегодня. Но зато эффективность от этих занятий повышается. Ну что, более энергично работаем только всего. И соответствующая одежда, прежде всего обувь. Можно ли сказать, что зимой приходится на тренировки больше народу? Вы знаете, чуть-чуть больше. Потому что летом дачный период. Людей отвлекает от занятий. А зимой, видите сами, народу очень много. Зимние занятия в оздоровительной группе практически не отличаются от летних. Тренировка скандинавов начинается с разминки. Затем дыхательные упражнения. Замечательное настроение. Утром встаешь, вставать не хочется, идти не хочется. А потом сюда придешь, расслабишься, позанимаешься. И домой летишь на крыльях. И действительно, дружный коллектив бабушек со специальными палками для скандинавской ходьбы не всегда удается догнать более молодым, но менее подготовленным зареченцам. Такой физической форме уж точно можно позавидовать. Настрой в группе скандинавской ходьбы всегда позитивный. А в эти декабрьские предновогодние дни еще и праздничный. С Новым годом! С Новым годом! Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».